Прямо, шагом, марш! Счет! И раз! Прямо, шагом, марш! Смирно! Слава и почет, миссия и величайший дар педагога – зажечь огонь в сердцах детей. Юрий Латышев для многих стал примером и путеводной звездой. Немало его учеников избрали эту стезю и сегодня продолжают дело любимого учителя. Учитель, наставник и коллега. В школу я пришла, у нас много было очень интересных учителей, Юрий Иванович в том числе. И, конечно же, его методика, его новые какие-то веяния в педагогике. В то время еще я училась, в 1979-1980-1981 годах, у Юрия Ивановича прививали интерес к педагогической деятельности. Его методика опередила тренды субъект субъектного подхода к проведению урока и обогнала время. В непростой период, когда вся педагогическая система перестраивалась на рельсы дистанта, перевернутый урок позволил учителям 44-й гимназии быстро отладить процесс. Посмотрите, пожалуйста, домашние задания. Это как раз вот входит у нас в технологии перевернутый урок. Мы всегда даем домашние задания на закрепление пройденного материала и еще даем новую тему, которую учащиеся самостоятельно изучают дома. А затем в течение 40 минут зума я могу с ними откорректировать, я могу с ними оговорить эту тему. Третьим мостом, соединившим правый и левый берега, стало имя и личность Юрия Ивановича Латышева. Так получилось, что школа, в которой он прошел большую часть своего творческого педагогического пути, 44-я гимназия, носит имя Героя Советского Союза Деева. Имя самого педагога присвоено 101-му губернаторскому лицею. И сегодня здесь тоже дано новое начало. Здесь стартовала работа Латышев-центра. Латышев-центр – это не какое-то одно здание. Это деятельность сразу трех организаций образовательных, которые связаны с именем Юрия Ивановича Латышева. Был сформирован ближайший перспективный план развития центра. Он включает в себя и проведение съезда народных учителей, педагогов, новаторов Российской Федерации. Совместный проект гимназии, лицея и ульяновского педагогического станет стартовой площадкой для многих значимых профессиональных событий. Методика Юрия Латышева продолжит развитие и включит в себя использование постоянно совершенствующихся технологий. Главное, да, это память. И его не забыли. Действительно, это уникальный человек. Не только по своему таланту, но по своему сердцу, душе, отношении к людям. Те учителя, которые придут в этот центр, они должны увидеть главное. Опыт его, да. Но опыт просто не дается. И поэтому мой наказ молодым учителям, кто придет, знать, что нужно очень-очень много трудиться. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73.